Продолжим тему информации, что называется, из первых уст. Подробнее о повышении пенсионного возраста мы спросили у министра труда и социальной защиты. Главный эфир прибыл к Мариане Щеткиной с вопросами, которые сегодня, безусловно, волнуют всех. Как будет выглядеть сама процедура? Каким образом, спросят общество? Позволит ли повышение повысить пенсии? И как накопить на безбедную старость? Прямо сейчас эксклюзивное интервью. Марьяна Кендиновна, по итогам совещания у президента, которое состоялось накануне, вы отметили, что возможность повышения пенсионного возраста в нашей стране это пока только предложение. И еще необходимо учесть общественное мнение. Всегда повышение пенсионного возраста вопрос очень сложный. Но вместе с тем, это вопрос политический. И решение это политическое. Но если складывается определенная демографическая ситуация, и это решение не принимается, значит должно быть принято другое решение о способе финансирования. Например, в Норвегии используют нефтяной фонд для того, чтобы поступали средства в пенсионный фонд. В ряде государств используют республиканский или федеральный бюджет так называемый. То есть всегда должно быть соответствующее финансирование, потому что какая бы ни была пенсионная система, у нее есть одна основная цель и одна главная роль. Она должна быть стабильной, она должна обеспечивать своевременность и полноту выплаты пенсии, и она должна обеспечивать уровень средней пенсии на достаточном значении. У нас речь идет о том, что этот уровень не должен опуститься ниже, чем 40% в соотношении к средней заработной плате, так называемый коэффициент замещения. Накануне прозвучала и конкретная дата, что поэтапное повышение пенсионного возраста может начаться в нашей стране уже с следующего года. Если это произойдет, как будет повышаться пенсионный возраст и что в этом контексте означает поэтапное? Когда речь идет о повышении пенсионного возраста, то во всех государствах, естественно, продумывают, какими темпами это должно быть. Если раньше мы могли это сделать более медленными, по три месяца, то сегодня такая ситуация сложилась, что если мы хотим получить какой-то экономический эффект, то самый щадящий шаг – это шесть месяцев. Самый мягкий вариант – 58-63. Самый экономически оптимальный, но достаточно резкий вариант – 60-65. Но, в принципе, если посмотреть по показателям, чего мы достигаем, то можно сказать так, если мы хотим стабилизировать к городу трудоспособного населения и соотношение на существующем этапе отношения пенсионеров и трудоспособных, то по первому варианту 58-63 гарантия нам дается до 2023 года. По второму варианту 60-63 гарантия дается до 2027 года. Позволит ли повышение пенсионного возраста повысить и сами пенсии? Сегодня, например, для того, чтобы выплачивать пенсии и пособия, 7,8 триллиона ежемесячно выплачивается с фонда соцзащиты. Но для того, чтобы выплатить эти деньги, эти деньги необходимо собрать. Необходимо помнить, что в фонде социальной защиты 20%, а это 26 триллионов, планируется на выплату различных пособий, в том числе пособия семьям, воспитывающим детей. Мы поддерживаем демографию. Возможно ли сокращение этих пособий? Нет, потому что семьи необходимо поддерживать. В основном это молодые семьи с детьми. Поэтому, конечно, поддержка эта необходима. 92 триллиона в 2016 году запланировано на выплату пенсии. Это план по прогнозу. Очень важно, чтобы страховые взносы, а мы планируем, что в 2016 году 115 триллионов поступит, порядка фонд соцзащиты страховых взносов, чтобы они поступили. А это зависит от уровня заработной платы. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы доходы были легальные. И, соответственно, очень важно, чтобы человек тоже понимал, что его размер пенсии и сейчас зависит, и в дальнейшем будет зависеть от продолжительности стажа и от величины заработной платы. Но не только от одной заработной платы, от того дохода, из которого исчисляется тариф фонд социальной защиты населения. Потом это все ляжет в основу для расчета его индивидуального коэффициента, и его размера пенсии. Необходимость повышения пенсионного возраста, она ведь возникла не вчера. И, как вы сказали, это комплекс причин. В том числе и проблема этой самой солидарной системы, когда сами пенсии зависят от количества людей, работающих в стране. А вот есть ли другие пути, другие системы, при которых вот такая непростая демографическая ситуация, она бы не повлияла на сами выплаты? Она у нас, кстати, ничем не отличается, наша демографическая ситуация. Вообще, те тренды, которые наблюдаются в мире, они практически скоррелированы по странам Европы, по нашей стране. Вообще, системы пенсионные, они везде многогранны и уникальны. Но основу, в принципе, везде составляет солидарная система. Если, например, смотреть и разбирать нашу пенсионную систему, она у нас трехуровневая. Первое – это базовый уровень. Это когда пенсии гарантируются всем, участвовал он в страховых взносах, не участвовал. Но сегодня этот минимальный размер составляет 50% бюджета прожиточного минимума. Правда, при этом человек может обратиться за адресной помощью. Второе – это солидарная часть пенсии. Это в основном там, где трудоспособные содержат нетрудоспособных. И третье – это добровольное накопительное пенсионное страхование. То есть это добавка к пенсии. И, конечно, государство должно гарантировать прежде всего, вот это ядро этой пенсионной системы – это солидарную пенсионную систему. Что можно сделать? Прежде всего, необходимо стабилизировать количество трудоспособного населения. Вот из этого исходили стабилизация трудоспособного населения. В среднем, чтобы это было 5,5 миллионов, потому что всегда необходимо думать еще и о рабочих местах. Должно быть предоставлено рабочее место и молодежи, и всему трудоспособному населению. И у нас работают еще пенсионеры. Очень важно, чтобы вот когорта трудоспособного населения, она сохранялась. Это можно сделать каким образом? Только, в принципе, подвинув планку пенсионного возраста. Сейчас общество должно активно подключиться, но подключиться к обсуждению. Опять-таки, не критики, что там правительство не так делает, вот это не так посчитало. Ну, поправьте, пожалуйста. Активно принять участие. Да, активно принять участие. Давайте сотрудничать конструктивно, смотреть. Решение все равно будет приниматься. Но оно будет приниматься с учетом обсуждения, как сказал глава государства. Спасибо вам большое за разговор. Спасибо. Я думаю, что все равно самое главное, это то, чтобы, конечно, была уверенность в завтрашнем дне. Тогда у населения должен быть достаточный уровень благосостояния. И решения должны приниматься. Мы не должны смотреть за популярностью и непопулярностью, мы должны смотреть вперед и должны делать такие шаги, которые принесут пользу государству и обществу.